Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Грядущий политический год 2018 обещает стать жарким. Продолжается противостояние президента Республики Молдова Игоря Додона и парламентского большинства. Но, тем не менее, мы наблюдаем, что существует в стране некий такой шаткий мир. И все же, что может послужить причиной развалу вот этого вот шаткого, но все-таки мира? Что может стать поводом для того, чтобы вот это равновесие, которое удерживается посредством президентской дипломатии, посредством тому, что парламентское большинство пытается найти свой какой-то статус или свой консенсус, или, может быть, свой статус-кво, точнее, в тех решениях, которые предпринимаются. И вот что может послужить, ну, не знаю, там, толчком к дестабилизации, или, наоборот, что сможет укрепить сегодняшнее наше молдавское общество. Вот об этом поговорим с сегодняшними гостями. Историками-политологом Борисом Шаповаловым, а также директором Института эффективной политики Виталием Адриевским. Здравствуйте. 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 Ну, мое начало, может быть, не совсем верно обозначает, может, ну, так сказать, идею сегодняшней программы. Тем не менее, хотелось бы поговорить, каким видится вами грядущий политический год. Мы, он в 2018 году наследовал то, что родилось в 2017 году. Ведь, смотрите, мы снова видим отстранение президента в той или иной ситуации, когда парламентское большинство выгодно принятие того или иного решения. Мы снова видим целый ряд запретов. То кто-то не въезжает, то, ну, преслободится закон о, так сказать, запрете российской пропаганды. Ну, речь идет, конечно, не только о российской пропаганде, но, тем не менее, он касается непосредственно продукции, выпускаемой на территории России. Вот все это, на взгляд журналистов, ну, не приносит конструктивизма в молдавскую политику. Насколько устойчив сегодня политический мир в Молдове и что может, на ваш взгляд, послужить такому, знаете, толчку для того, чтобы вдруг этот мир, который сегодня удерживается непростыми усилиями политиков, вдруг перестал быть таким стабильно устойчивым или стабильно безопасным? Вот на ваш взгляд, Борис. Ну, тема сложная обозначена, но если брать аналогию, да, 1917 год, 2017 год, да, столетие двух российских революций, то 1918 год и 2018 аналогия довольно-таки печальная, да, возникает. Гражданская война, оккупация Бессарабии, Королевской Румынии и в связи с этим вот эти вот события, да, то есть, возможен ли какой-то, ну, скажем так, более-менее гибкий такой мирный, да, выход вот из тех аналогий, которые я назвал? Ну, да, конечно же, и те факторы, которые могут оказать влияние на развитие ситуации здесь у нас в республике, да, конечно, сложная где-то и социально-экономическая ситуация в стране, она накопилась после развала Советского Союза, не будем забывать статистику, сколько мы там 68% от валового внутреннего продукта производим 1990 года, да, вот, то есть, несмотря на все эти многомиллиардные вливания международного валютного фонда, всех этих европейских фондов, казалось бы, поддерживают нас кредиты, там, все остальное, но, тем не менее, мы стали более бедными, более нищими и так далее. Всегда надо отвечать на главный вопрос, мы стали жить лучше или хуже? Ну, однозначно, мы стали жить хуже, и тут вот сейчас масса примеров, фактов может быть приведена. Поэтому вот этот внутренний фактор, он есть, потому что мы стали жить хуже, потому что мы бедные, потому что мы самая нищая, бедная страна Европы, потому что у нас более миллиона наших сограждан вынуждены покинуть эту землю и работать, зарабатывать себе на кусок хлеба в других странах. Конечно, стали жить хуже. И этот внутренний фактор, он, конечно же, вносит очень, ну, скажем так, не вносит, а влияет на ту политическую ситуацию в республике. Плюс, давайте так не будем забывать, что вот это внутренний фактор, в том числе здесь, давайте возьмем нерешенный по сегодняшний день, Приднестровский вопрос, вот тот конфликт, он остался в замороженном виде, но он же родился вот тогда, из той ситуации, помните, развала великой страны, в которой мы все родились, получали образование, Союз Советских Социалистических Республик, можно говорить и хорошее, можно говорить о каких-то недостатках, но факт остался фактом, да, мы не смогли сами договориться друг с другом, и этот фактор остается. Ну и давайте остановимся еще на одном вопросе, это внешний фактор, который оказывает влияние на то, что происходит у нас в республике, потому что мы не живем в вакууме, да, в мире нет сегодня вот так вот отдельно взятая Республика Молдова, отдельно взятая Российская Федерация, отдельно взятые Соединенные Штаты или Китай, да, мы живем в глобальном этом мире, в котором происходит тоже определенное переформакирование. Был Советский Союз, были Соединенные Штаты, была двухполярная политическая система мирового устройства, которая держалась, вот она сильнейшая армия экономика мира, первые Соединенные Штаты, вот она вторая экономика, вторая армия мира, была какая-то стабильность, развалили Советский Союз, распался он. 25 лет однополярного мира Соединенных Штатов Америки мы же вами увидели, да, Афганистан, Сирия, что там, Ирак, Сербию эту разбомбили, расчленили, масса вот этих вот всех вопросов. Мир увидел, что оказывается, однополярный мир как-то не проходит на сегодняшний момент. Формируется несколько центров сил, и в том числе мы попадаем под влияние двух мощных мировых и региональных. Это Европейский Союз, это мощное объединение экономическое и политическое, от этого никуда не уйдешь. Это Российская Федерация со своими историческими интересами на евразийском пространстве. Это Китай, который фактически уже стал первой экономикой мира, давайте называть вещи своими именами, это Соединенные Штаты Америки. Естественно, все эти факторы, они влияют на нас. Мы видим, что происходит в соседней Украине, мы видим, как добились громаднейших успехов, в кавычках, в Европейском Союзе, Румыния и Болгария, которые в Болгарии завозят болгарский перец из Турции. Это результат, наверное, их деятельности. И, естественно, оно оказывает влияние на нас. Ну, соответственно, мы, наверное, коснемся мы этого вопроса или нет. Существуют отработанные технологии, существуют определенные сценарии, как могут развиваться вот эти события. Опять же, это модели управления извне. Да, модели управления извне. То есть, вот эти вот три фактора. Первое, то, что мы стали жить хуже и беднее, и это мощный фактор, который оказывает влияние на наших политиков. Второе, это нерешенная Приднестровская проблема, с моей точки зрения. И третье, это мощное внешнее давление. Вот одним хотелось бы, чтобы мы стали более европейскими, вторым хотелось бы, чтобы мы были, ну, вот так вот. Нам надо принимать какое-то для себя разумное решение. Я в данной ситуации все-таки передерживаюсь вот позиции нашего президента, Игоря Николаевича Дадона, который говорит, что нам надо дружить с Европейским Союзом, надо восстанавливать отношения с Российской Федерацией, потому что мы транзитная страна, и мы должны использовать, искать свой интерес вот именно из этого положения. Виталий, позвольте вас вырвать из задумчивого состояния. Вот на ваш взгляд, какие факторы могут повлиять на то, каким будет политический 2018 год? Ну, вначале одно маленькое замечание. Вот когда мы сравниваем нынешнюю Молдову и советскую Молдову, сравнение не всегда корректное, вот так говоря, 68% от тех процентов, которые были. Но мы прекрасно знаем, что в советской Молдове очень много валового внутреннего продукта было, которые готовились на полки, на склады и так далее, не были востребованы или портились и так далее и тому подобное. Ну, издержки советской экономики, так сказать. Да, но я не... Дай больше, чтобы они сегодня портились, но они уже не портятся. Не надо, чтобы сегодня портились. Даже так, ну так, в том-то и дело, их просто нет. Как раз сейчас все есть, нужно, чтобы деньги были, чтобы зарабатывать. К сожалению. На самом деле, мне кажется, самое главное, вот, 18-й год, это сохранить политическую стабильность. И, как это ни странно, политическая стабильность выгодна двум главным оппонентам. Партии власти во главе с Пахотнюком и главной оппозиционной партией Додона Гречаной. Казалось бы, вот для оппозиции, ну, почему, зачем стабильность, нужно как бы поднимать. Но, на самом деле, даже те небольшие успехи, которые достигнуты за последние два года в экономике, в социальной сфере, они тоже достигнуты благодаря тому, что, на мой взгляд, Додон выбрал правильный, не пошел по ложному пути, как бы перевести всю политическую борьбу через улицы, через площади, через штурмы парламентов, там, правительства, через крики жесты и так далее. Мне кажется, выбран достаточно правильный путь политически протестовать, доказывать свою точку зрения в парламенте, парламентскими методами, излагать свою позицию. Потому что, на самом деле, политическая дестабилизация выбивает главный козырь Додона. Если не будет политической стабильности, не будет никаких прорывов там, где он силен на молдавско-российских отношениях. То есть, какая дестабилизация, кто будет с нами иметь какие-то отношения. Но, безусловно, 18-й год будет очень сложный, потому что у нас реально к выборам готовы только две партии. Плохотнюка и Додона Гречаны. То есть, они серьезно готовятся, они приняли вот эту смешанную систему выборов, вместе проголосовали. При всех разногласиях, при том, что это будут на выборах непримиримые противники. Но они понимают, что судьбу Молдовы надо решать, ну, по всей вероятности, в декабре 2018 года. А не сейчас там где-то на площади и так далее. А есть партии, которые не видят себя на этих выборах. То есть, и они не готовятся, собственно говоря, к выборам. Вот прошли выборы в 10 населенных пунктах. Только социалисты и демократическая партия участвовала в эти выборы. Остальные даже вообще не пошли на эти выборы. Им некого предложить или их не интересует масштаб? Даже сейчас, понимаете, они не созданы как партии настоящие. То есть, это как такие клубы по интересам. Они тоже должны быть в стране, это очень правильно. Они должны излагать свою позицию. Но самое страшное для меня, что они не готовятся к выборам, а они готовятся к тому, как бы дестабилизировать ситуацию. Вот какие-то очаги дестабилизации ситуации, условно говоря, в Бельцах. При всем, где там власть неправа, те правы и так далее. Но это явно такой конфликт, который кто-то хочет, чтобы этот конфликт разгорелся. Или возьмем вот эту группу, которая хотела провести референдум об изменении смешанной системы. Я абсолютно уверен, что они не хотели проводить этот референдум. Они понимали, что они его не могут провести. И поэтому специально допустили очень много неточностей, чтобы потом создать повод. Потому что смотрите, сам факт, даже вот в референдуме, я не говорю о тех неточностях сейчас, отменить закон о смешанной системе. Ну хорошо, закон отменяется. Допустим, провели бы референдум и закон отменили. Но это не означает автоматом возвращение к прежнему закону. Всегда, если отменяется этот закон, или там должно было записано, и вернуться к прежнему закону. То есть нет предложения. Да, и должно быть сразу за что. Потому что я бы тоже проголосовал на этом референдуме, потому что я за полностью одномандатную систему. Мне не нравится смешанная система. То есть тут получается такое, я проголосую, а оказывается они говорят, а мы имели в виду к партийной системе. А я имел в виду к одномандатной системе. И парламент вообще может принять или перейти к одномандатной системе, тогда новые недовольные появятся и так далее. Я к чему это введу? Меня пугает немножко вот такая неопределенность в деятельности, вот этой, ну больше такой правой, в какой-то степени унионистской оппозиции, которые явно не готовятся к выборам и явно чего-то как бы ждут, на чем дестабилизировать ситуацию. Есть определенные, кто за ними стоит, кто как бы подогревает вот это. И это очень плохо, потому что на самом деле, если мы взорвем этот год, если мы не будем работать, если мы будем ходить по площадям, кричать и так далее, неважно, кто придет к власти, Плохотнюк, Дадон или та же Санду и так далее, мы в 14-15 году сильно упали, в 16-17 немножко поднялись, ну от когда падаешь на дно, даже любой там на пару сантиметров поднялся, это уже подъем, да, рост. Но если мы еще раз упадем, я боюсь, что мы и не поднимемся больше. Ну вот раз уже заговорили о дестабилизации или факторах, которые могут внести некие дестабилизирующие такое влияние на политическую жизнь, ведь 2018 год он еще достаточно такой знаковый, особенно для молдавских либералов, ведь я вот обратил внимание, что, например, в Яловенах глава этого населенного пункта объявил о том, что вот следующий год надо провести там крайне празднично. Год столетия объединения. Столетия объединения, да. И советник президента по юридическим вопросам отобратился в службу информации безопасности, с требованием или с просьбой разобраться, о чем идет речь, потому что ведь если мы празднуем ликвидацию своего государства, пусть даже столетней давности, то не является ли это снова призывом к ликвидации? Понимаете, здесь вот такие вещи, с одной стороны, это все-таки говорит, с одной стороны, или о слабости власти, это первое, да, потому что завтра каждый район, каждый примар начнет объявлять год таким, год третьим, год четвертым. Во всяком случае, где рождать будут такие предложения, давайте отпразднимем. Это первый, вот, ну первая мысль, которая сразу напрашивается, да, что вот, ну власть слабая, ну помните, как вот революционные события в России, 1917 год, власть действительно была слабая, большевики ее фактически подняли, да, вот, с земли. А здесь же мысль все-таки другая у меня. Я не думаю, что власть слабая, потому что если была власть слабая, все-таки были у нас протестные движения, и Додон, кстати, партия социалистов, были одни из инициаторов, они очень активно и в 15-м, и в 16-м году проводили массовые мероприятия, помните, совместные массовые мероприятия были с нашей партией и так далее, да. Эта практика показала, что власть все-таки сильна, она использует все уловки нашей конституционной демократии и свела, вот, рассорив, так сказать, вот тех вот, кто вместе сначала выступал, да, и Настась, и Додон, и Усатый, черная кошка между ними искусственно пробежала, и вот это протестное движение показало, что сегодня нет этой основы для протестного движения. То есть, нет, плохо, но нет сил, которые могут реально это осуществить. И в любом случае это был бы какой-то силовой вариант. У меня есть вот такое смутное сомнение, в котором я все больше убеждаюсь, наверное, что оно право. Я думаю, что просто сегодня у власти находятся скрыто открытые унионисты, которые, с одной стороны, я имею в виду некоторых представителей в парламентском большинстве в нашем правительстве, можно там и пофамильно пробежаться, там половина однозначно с такими же взглядами, как у Михаила Гимпу, да, объединение с Румынией и так далее. Вот бывший председатель конституционного суда, некоторые там другие политические деятели. Поэтому, с одной стороны, да, сегодня они служат молдавскому государству, но клятва данная соседней Румынии и наличие румынского паспорта, да, и открытые заявления в том числе наших руководителей, типа нашего председателя парламента Канду, что я вот могу быть и румынским сенатором, и здесь могу, то есть у меня две паспорта, я что хочу, то и творю, вы знаете, это меня настораживает. Это говорит о том, что вот в верхах, наверное, в головах не совсем там складывается, ты председатель парламента чего, государство Республика Молдова, или ты уже румынский гражданин и видишь себя в кресле сенатора вот той Румынии. То есть вот эти вот, казалось бы, мелочи, они говорят о том, что это фактор очень серьезный. Потом, и самое главное, я не понимаю, когда гражданин другой страны, бывший президент той страны устраивает здесь выезжие, пресс-конференции, выступает открыто по телевидению, открыто призывает к уничтожению этого государства, и вся наша хваленная служба информации и безопасности, правительство, парламент, все они просто это молча глотают и молчат, они даже не комментируют о том, что это типа свобода мнения, и он может это высказывать. Я имею в виду Тараяна Басецку, а они вообще молчат. То есть у меня создается опять-таки впечатление, или они с этим согласны, и они давно уже решили выполнять какой-то тайный секретный план, да, и вот эти все разговоры, некоторые говорят, ой, да подожди, никто не собирается объединяться, ведь они сегодня министры, они сегодня депутатами, завтра они будут никто, поэтому навряд ли наш бюрократический класс пойдет на это. Ничего подобного. Давайте вспомним, как разваливался тот же Советский Союз. У нас все эти национальные конфликты, которые у нас были, да, и Алмата, и Сумгаид, и Карабах, и Баку, и Тбилиси, и мы отметили в 92-м году, и эти снайперы в Вильнюсе, и потом эти снайперы появились, вот, кстати, я вот сейчас работаю над одной темой, вот, действительно, нашел вот старое издание, Комсомольская правда, все события октября 93-го года. Ведь эти снайперы были и в Москве, и там тоже был, называйте как хотите, победил тогда Ельцин, да, президент, это чей был государственный переворот, ну, расстреливали из танков российский парламент, это же было. Потом мы получили в феврале 2014-го года на Украине, сотни людей там положили, сегодня уже знают пофамильно тех снайперов грузинских, которые стреляли, которые убивали этих людей, они интервью открыто дают, вот. То есть есть внешний фактор, тот, который дестабилизирующий, и, наверное, если кому-то, тот, кто управляет все-таки вот этими всеми мировыми процессами, понадобится вот эту, там, шкатулочку открыть, да, и вот запустить этот механизм, наверное, это может сработать и у нас. И вот Виталий Александрович говорил вот насчет правых партий, я имею в виду, видимо, речь шла о партии Майи Санду, Настаси, что, ну да, у них нет таких структур, как у демократов и как у партии социалистов, но они потихонечку работают, они пользуются поддержкой американского посольства, они пользуются поддержкой европейского посольства здесь, да, представительства Европейского Союза. И это действительно так, ведь эти все официальные лица иностранные говорят об их поддержке, их принимают в Брюсселе, дают им какие-то советы. То есть я понимаю, что они, естественно, будут работать, придут они там на выборах каким-то результатом, не придут, придут. Все социологические исследования сегодня показывают, что Майя Санду спокойно возьмет свыше 20%. Про партию демократов я тоже абсолютно убежден, и те вот циферки, там 6% они еле проходят в парламент, это все ерунда, потому что если включается административный фактор, я прекрасно знаю, как специалист, они спокойно те же 20% проскакивают. Поэтому основная борьба осенью будет складываться между действительно партией социалистов, и она одна окажется на левом фланге, и со всей этой массой из демократической партии, и сандус-настаси, которых заставят опять-таки поддержать демократическую партию, потому что будет стоять выбор, да, вы за Евразийский союз или вы за Европейский союз, нам искусственно навязываемый, извне, кстати, да, вы там типа определитесь и так далее. Вот это будет срабатывать, и вот это меня тревожит и беспокоит, поэтому я больше склонен вот к тому, что все-таки мы должны недооценивать, во-первых, фактор унионизма, он есть мощный, и он есть, и он подогревается румынскими спецслужбами, и он открыто финансируется румынским государством, об этом надо открыто говорить в нашей стране. Он поддерживается рядом наших политиков, которые занимают ведущие посты в нашем государстве. И есть вот тот внешний фактор, который пытается использовать вот эту дестабилизацию, используя геополитический вот фактор, да, ну от этого никуда не уйдешь, это та правда, которая есть. Виталий, чтобы закончить тему унионизма, на ваш взгляд, вот унионизм, это элемент, не знаю, такого электорального характера, или все-таки это фактор внешнего влияния на ситуацию в Молдове? Нет, ну тут я бы разбил на несколько. Есть электоральный, это в основном для политиков, которые выстраивают на этом свою политическую кампанию, и на прошлых выборах это порядка 10-12%, на этих, может быть, чуть больше будет процент, те, которые голосуют за унионистские партии. Это была как бы протоптана в свое время гимпу, дорожка очень такая. Сейчас там шалару появится, может быть, гимпу попытается возродиться, может быть, еще кто-то будет тоже топтаться на этом электоральном поле. Но тут надо понимать такую вещь, что на самом деле, когда вы говорите о внешнем факторе, да, в Румынии очень много будут говорить постоянно о том, что надо объединяться и так далее. Но это вот как в России говорят о Крыме, да, вот все время говорили о Крыме. Еще Лужков начинал, потом другие, а потом Крым наш, в всяком случае. Но сейчас, когда в России начинают как бы просчитывать, какие потери из-за Крыма несут, там и санкции, и сколько надо на Крым направлять денег, вот эта эйфория исчезает. А для румын это еще гораздо сложнее, потому что объединение принесет к очень большим экономическим потерям. Чтобы соединить эти две территории, нужно будет очень много вложиться. Германия, которая гораздо сильнее и так далее, она еще сейчас имеет налог на восточные земли. Каждый работающий немец платит, я не помню, там 1,5 или 2% зарплаты идет на восстановление восточных земель. Это первое, то что касается самой Румынии. Второе, то есть они могут говорить, но когда до этого. Второе, Европейскому Союзу это сегодня не нужно, потому что это будет такой передел территорий, потому что могут с венграми проблемы начаться, с болгарами, с Украиной может начаться вся эта катавасия. А еще одно очень важно, надо понимать, что когда кричат, там унирия, унирия, а хорошо, ну допустим, в парламенте проголосовали. Допускаю, теоретически это возможно. Ну, с Ватунцерей, да, все. А что с гагаузами делать? Они не пойдут сюда. Что с севером Молдовы делать? Север Молдовы тоже, там задрав штаны, не побежит за комсомолом. Что делать с Приднестровьем? Как бы отрезанный ломоть уже, как бы навсегда и так далее. Поэтому, я думаю, те люди, которые власти, они эти вещи прекрасно понимают. И тут внутри, и в Румынии, и в Европейском Союзе, поэтому, как бы тут, я не думаю, что существует вот такая вещь, как унирия, как реальная унирия. Но, может быть, через энное количество лет это будет реально. Следующий момент. Боследскую как раз и говорит о 10-ти годах. Следующий момент очень важный, вот что там тех поддерживают. Не надо обращать внимания, кого принимает посольство. Посольство всех принимает. Я помню, когда Игорь Дадон был руководителем партии социалистов, он все посольства посещал. Он ездил в Брюссель, его там принимали и так далее. Или, что вы сейчас, когда Борис говорит, вот смотрите, их принимает, а потом оппонент Борис придет и скажет, смотрите, а гречаны не вылазят с Москвы, там, или с российского посольства. Не надо на этом строить политику. На самом деле, другое определяет политическое течение, политическое развитие Молдовы. Я на самом деле, выскажу парадоксальную вещь, я не вижу глубинных разногласий между демократической партией и партией социалистов. Да, есть амбиции лидеров, есть непонимание по каким-то внешним, вот по внешнему вектору есть непонимание. Есть непонимание по решению проблемы Приднестровья. Но я не вижу там, или там, допустим, по тому же Европейскому Союзу, потому что есть еще заявление о том, что мы диноксируем соглашение, пока не отказались. Там НАТО еще дополняется, там много есть. Да, есть НАТО, но я не вижу там таких принципиальных разногласий, что не могли бы сесть и сказать, слушайте, давайте вот так поступим. Мы нейтральная страна? Нейтральная. Мы сотрудничаем с НАТО по гуманитарным и другим проблемам. Сотрудничаем, в чем тут проблема? Ну вот интересное заявление. Мы по Приднестровью. Дело в том, что политики, они очень циничные. Они понимают, что им перед выборами выгодно обострять эти проблемы. Потому что на выборы, когда ты идешь, я вот сейчас занимаюсь разработкой вот этих технологий для одного дата, это просто моя специальность, мне интересно. Самое главное показать, ну условно, вы Станислав кандидат, вы должны показать, а чем вы отличаетесь от Шаповалова кандидата. Потому что народ, когда будет выбирать, он должен видеть ваши отличия. И ваши отличия должны совпать с ощущениями там или моими, или там другими. А, вот мне ближе вот такое. И вы выстраиваете свой электоральный образ ближе вот к таким взглядам. Он выстраивает ближе к другим. Я там, допустим, если пойду к третьим выстраиваю. Это политика, ну никуда от этого не денешься. Борис, можно ли, вот вы согласились бы с тем заявлением, что, например, настолько близки по позиции партии социалистов? Нет, конечно, близки, нет кардинальных разногласий. Я абсолютно не согласен, потому что именно кардинальные различия и в политике, и в подходах, и они являются главными и принципиальными. Почему? Давайте берем сразу внешний фактор, да? Ну, давайте вот так. Игорь Дадон выступает четко за дружбу с Европейским Союзом и за сотрудничество с Евразийским Союзом, за тесное укрепление отношений с СНГ. То правление, которое жесткое сегодня находится в демократической власти, оно даже не рассматривает восточный фактор. Они сегодня делают все для дестабилизации и разрушения отношений с Российской Федерацией, с правительством. Они даже запретили своим чиновникам выезжать в эту страну. Они высылают пачками отсюда российских журналистов, дипломатов и так далее. Это даже не обсуждается. Это русофобия чистейшая. Теперь следующий вопрос, и поэтому здесь не может никаких быть... Хорошо, я потом проопонирую. Теперь следующий момент. Теперь следующий момент. Вы посмотрите по Приднестровскому. Это принципиальный вопрос. Мы за 26 лет не решили вопрос Приднестровский. Почему не решили? А мы все пытаемся его решить тем же старым подходом, который у нас спровоцировал гражданскую войну в 1992 году. Ведь это действительно так. Мы ничего не сделали для того. Мы его просто заморозили и остались на том же уровне. Это опять языковая проблема. Это опять попытка домината Кишинева будет. И масса-масса-масса каких-то других вопросов. Ведь Приднестровцы, вот у них свой менталитет за этот же период никто же не изменил. Ничего им не дал. Со стороны Молдовы и Кишинева что они видят? Они видят только однобокое давление. Давайте посты поставим. Давайте границу установим вместе с украинцами. Давайте их зажмем вообще наших сограждан. Сгноим их. Давайте закроем Кишиневский аэропорт. И вообще сделаем гетто из Приднестровья. Вот что реально получается. Но ведь это же неправильно. Додон что предлагает? Он предлагает, ребята, давайте серьезно рассматривать. Меняем государственное устройство страны. Федеративное устройство имеет под собой основы. Масса стран в мире имеет федеративное устройство. Прежде всего это многонациональные государства, как правило. Или там исторически сложились, там кантональная система в Германии, допустим в Австрию. Там она исторически сложилась. Поэтому это нормальная практика. Почему мы не можем в этом плане учиться у европейцев и у других? Теперь следующее. Какой вопрос мы не возьмем, но теперь тоже надо. Но не надо там рассказывать сказки про этот офис и все остальное. Да, он есть и в Москве. И все вот эти демократы и либералы говорят, да, что вы в Москве есть. Да, а в каком году открыли его в Москве? Когда отношения обострились, когда развалился Советский Союз, когда армию вывели из Германии, Венгрии, Чехии, когда каждый день могли начать стрелять. Вот тогда открыли этот офис НАТО для коммуникаций, для связей одних с другими. А мы с кем собираемся воевать или какой у нас конфликт, зачем нам этот офис НАТО? Этот офис НАТО нам предназначен для того, чтобы нам рассказывали сказки. Какая-то гуманитарная организация, разбомбившая Югославию, страну, разделившая ее на 6 частей, которая применяла запрещенное оружие, кассетные бомбардировки, все эти с ядерными наконечниками или с какими они там были. Ведь это все правда, давайте называйте. А что там, они 5 тонн пестицидов за 25 лет у нас уничтожили, и мы про эти 5 тонн будем рассказывать, какие они хорошие. Это военно-политический блок. Задача военно-политического блока распространять свое влияние на другую территорию. Тезисно покороче может быть как-то. Нет, так я могу тезисно продолжить и по другим пунктам. Поэтому это абсолютно разные подходы. Можно оппонировать. Или православие. Они пытаются уничтожить нашу православную церковь со своими этими либеральными, демократическими ценностями со всем остальным. Конечно, Додон не соглашается. Конечно, социалисты занимают другую позицию. Она не может быть единой. Хорошо, очень коротко. По России. Молдавская власть заинтересована развивать торгово-экономически, другие связи с Россией. Ничего же они не едут в Москву. Сейчас, секундочку. Министров не пускают. Нет, если они заинтересованы, детали с нами. Вы заинтересованы. Я говорю или вы будете говорить постоянно. Боря, приходи ко мне в гости. Давайте так определим. Я вас не перебивал, Борис? Хорошо. Первый, кто нанес нам удар в отношениях с Россией, это Россия, когда в 2006 году эмбарго на вино. Да, потому что мы попытались закрыть транспортное производство, границу. Так вы называете до конца. Сейчас, секундочку. Это была ответная реакция на деятельность молдавских властей. А что молдавские власти сделали? Я вам сказал, железнодорожное передвижение было запрещено. Были запрещены, забрали печати таможенные. Ну и что, что печати забрали? Как же что? А предприятия остановились. Люди голодные были. Ну, ой, не надо рассказывать. Слушайте, давайте так. Нас сейчас приднестровцы смотрят, наверное, смеются. Да, да, смеются. Когда им дали печати, они их размножили, у них чуть ли не 100 печатей, и контрабанда сплошным потоком шла в Молдову. Если кто-то и размножал, то это с нашего соблана не совершеннется. Хорошо, хорошо. Вы защищаете интересы Приднестров, я защищаю интересы Молдовы, которая несла большой экономический ущерб. Потом со стороны России второй эмбарго. Потом третий эмбарго и так далее. Молдова должна как-то реагировать на эти вещи. Это абсолютно нормально. Мне кажется, власти наши самоустранились. Сейчас, секундочку. Не самоустранились, очень много усилий прилагали. Потом мы подписываем соглашение. Ну да, Равозина не пустили. Подписываем соглашение с Европейским Союзом. Это наше личное дело. Выходит из зоны свободной торговли Россия с нами. Казахстан сохраняет зону свободной торговли. Беларусь сохраняет. Другие страны, Россия выходит самостоятельно. Россия не вышла из договора. Не надо вводить заблуждение. Договорите. Она вышла из договора. Россия не вышла из договора. А свободной торговли вышла. Мы проценты платим. Проценты мы платим пошлину. Ну, потому что мы сами отказались гарантировать реэкспортовизивный опыт. И в этом главная причина. Нет, не надо. Я покупаю у него и вам беспошлино увожу. Это вы про Беларусь говорите? Покупает. Нет, это я говорю про Молдову. Про Молдову, конечно. Почему не обвинили в реэкспорте? У них нет обвинений в реэкспорте. Вы хотя бы одно заявление видели по обвинению в реэкспорте? Эмбарго накладывали только под предлогом, что там что-то такое. По реэкспорту по нашей продукции. Не по реэкспорту. Через Белоруссию увозили. Это было основано. Это проблемы Белоруссии. Мы продавали Белоруссии, а они продавали. А почему Россия Белоруссия не наказывает, а нас наказывает? Идем дальше. Приднестровье. Что вас так возмущает, что мы взяли вместе с Украиной контроль под границей? Это граница Молдовы. И мы таможенно с пограничниками взяли под контроль. Президент это поддерживает. Где вы видите, что мы гнобим Приднестровье? Где, в чем мы вот сейчас гнобим Приднестровье? Более того, эта власть заключила 4 важных соглашения в Бендерах. И теперь по НАТО. Вот Россия тогда с НАТО подписала. Тогда НАТО пришло. Когда Путин пришел к власти, зная все вот такое НАТО, Путин сказал, Россия готова вступать в НАТО. В то страшное для вас НАТО. Правильно. Но Россию же не принимали. Не принимали. И вот Россия изменила отношения. А мы не стремимся вступать в НАТО. А зачем мы отказали обиды? Мы не стремимся вступать в НАТО. Мы хотим со всеми иметь нормальные отношения. И в отношении православия. Где гонение на православие в Молдову? Ну, Борис, ну где гонение? Я не имею в виду со стороны, допустим, теперешней власти. Я имею в виду ту идеологическую основу, которая идет там. Ну, допустим, закон там один приняли, и потом вот... Ну и что? Ну, вот мне не нравится, как православный человек усяк, и сообщество, и прочее. А что, это гонение на православие? Нет, я... Ну, так зачем говорить гонение на православие? Еще раз говорю, я и многие люди, которые настоящие верующие, им не нравятся. Я считаю, что я в своей стране должен это определять сам, а не под запись из Европейского Союза. Сделайте это, сделайте второе, сделайте третье. Все, придете к власти, будете определять. Или это наш суверенитет страны, мы не вступили еще в Европейский Союз. Какая вы... Что вы потеряли от этих законов? Объясните мне. В чем они вас ущемили, эти законы? В чем православие они ущемили? Подождите, меня они... То, что геев нельзя сажать в тюрьму сейчас, вот это вас возмущает? А их у нас сажали? При Советском Союзе сажали. Так подождите, мы не говорим о Советском Союзе. А закон о равенстве шансов... Мы такая же демократическая страна. Борис, а закон о равенстве шансов, это не закон о геях. Это закон, что и национальные меньшинства имеют, и инвалиды, и женщины, все имеют равенство шансов. Правильно, поэтому меня национальные меньшинства сегодня лишают права смотреть русские информационные программы на русском языке. Это отдельное, давай поговорим. Да, поэтому закрываются школы, поэтому язык русский, как язык межнационального общения, все меньше и меньше используется в официальной сфере. И массу других пальцев. Поэтому, ну и целых 15% в административных органах и публике Молдовы русскоязычного... Сейчас секундочку, а кто вам запрещает смотреть русскоязычные программы? Пожалуйста, Спутник, интернет, на молдавских телеканалах. А какая разница? А я хочу смотреть молдавские телеканалы. Почему вы мне запрещаете смотреть молдавские телеканалы? Почему вы забили русским контентом? Виталий, подождите, никто не забивал. А кто? Как не забивали? Я же забил. По поводу русского контента спрос предложил. Нет, подождите, вы взяли российский канал, вставили туда молдавские свои передачи и говорите молдавский телеканал. ОРТ это молдавский телеканал. Онза, это компания, ЭТВ Молдова, это молдавский канал, Прайм это молдавский канал, РТР это молдавский канал. Все работают политиками. Дайте мне тоже пару реплик. Я как представитель медийного класса. Я понимаю, что то, что произошло сегодня на телевизионном рынке, это в принципе вина бизнесменов, потому что понимали, что вкладывать легче всего в какую-либо небольшую структуру, которая присутствует и эксплуатирует контент, который производится вне. И понятно, что спрос рождает предложение. У нас в Молдове действительно спрос на продукцию, которая производится в той же Российской Федерации, фильмы, сериалы, программы культурного характера, развлекательного характера, это все отрицать нельзя. Но тем не менее, вот этот закон, который был принят, так называемый закон о запрете пропаганды или запрете продукции, которая производится в странах, не подписавшей, так сказать, конвенция, трансграничном телевидении, то он, как правило, в общем-то, бьет по кому? Мы здесь, в Молдове, никто не смотрит, допустим, тоже казахское телевидение. Ну, может быть, смотрят, но это единицы. В кабельных сетях можно увидеть казахстанские телеканалы. Никто не смотрит, там, ну, не знаю, турецкое телевидение, либо еще в таком массовом характере. Массово смотрят российское. И это вот этот перекос, который родился у нас в начале обретения самостоятельности, когда вкладывалось в класс журналистов создавать какой-то продукт, мы его разместим в сетке вещания того или иного российского канала, и это уже называлось вот у нас Молдавский телеканал, то вот этот, вот тогда и родилось. То есть, если бы создавался, например, телеканал, он создавался бы чисто молдавский, когда, собственно, нанималась команда журналистов, техников, которые создавали свой собственный продукт, понятно, что это для бизнеса был бы мертворожденный проект. Невозможно, да, невозможно конкурировать, например, с медиапродуктом «Газпром-медиа», где миллионы вкладываются в производство сериалов, программ и так далее. Здесь, когда бизнес, в общем-то, имеет свои, будем говорить, физические границы, так сказать, граниченную какими-то там двумя миллиардами, то тут развивать телевидение, способное конкурировать, например, с тем, что происходит, ну, или производится в тех же Штатах, Франции, Великобритании, России, возьмем Беларусь даже, посмотрите, телеканалы белорусские, там видно, что не бедное телевидение. Понятно, что очень сложно, и, конечно, бизнес пошел таким путем, но вот бизнес тогда пусть исправляет, пусть сегодня создаются такие бизнес-правила, которые бы оценивали рейтинги телеканалов согласно собственному производству, а не согласно тому, на чем они паразитируют. Ну да, поле чудес показали, Якубович. Понимаете, вы правы, безусловно, потому что на самом деле, кстати, пройдет три месяца, и абсолютно прекратятся разговоры о запрете российских телеканалов, потому что на самом деле люди меньше всего смотрят новости и там политические ток-шоу. Это единицы, такие как Борис, другие там, Зюганова, Жириновского балдеют и так далее. Я, честно говоря, я когда смотрю, я извиняюсь, не хочу резкое слово, когда Жириновский говорит, что надо сбросить бомбу на Суэцкий канал, атомную, или надо на одну из северных стран сбросить атомную бомбу, мне становится страшно. Но он уже мыл сапоги российских военных. Да, но я хочу сказать, вот тут в чем вы действительно глубоко правы, потому что на самом деле вот те каналы РТР, НТВ, Прайм, они дальше будут презентировать на российском контексте, на фильмах, на передачах и так далее и тому подобное. Да, мы еще долго будем неконкурентно способны, вот мы не сможем там танцы на льду показывать или что-то такое, но я думаю, вот как раз в политическом контексте мы можем конкурентно способными быть и потихонечку и новости начнем делать нормальные. Не обижайте новостейщиков, новости мои коллеги на других каналах стремятся делать максимально честно. Я неудачное слово употребил конкурентоспособные, которые будут конкурентоспособными с новостями, которые вот сейчас мы с российского контента смотрим, или с украинского контента, или как с белорусского вы скажете. Я думаю, мы научимся и ток-шоу делать, причем у нас боли к этому предрасположены, потому что мы обращаем внимание, что вот я ради любопытства открываю постоянно российские телеканалы, мне очень интересны выборы, я занимаюсь выборами. Открыл сегодня два на Первом канале и на НТВ. Там обсуждают Украину, там обсуждают дроны и так далее, и тому подобное, а выборок как будто бы нет в России выборов. То есть они вывели контент тот, который им удобен, это не надо внутренних проблемах говорить, напрягать людей перед выборами. У нас все же, вот вы пригласили меня, его с противоположными взглядами, у нас где-то есть схватка, у нас есть какие-то дискуссии и так далее. И я думаю, единственная проблема, конечно, я хочу сейчас покритиковать себя и его, надо уже помоложе выбирать людей, приглашать, которые бы... Но у нас, к сожалению, так получилось, что у нас основные говорящие головы люди в возрасте. Как-то произошел очень большой... А я вам скажу, почему. С мозгами, Виталий, я извиняюсь. Не, но мне хочется тоже увидеть молодых ребят, активных и так далее. Наверное, просто вам надо поработать, по музык поискать этих... Я не думаю, что их нету. Во всяком случае, наверное, Борис в молодости был активный, я активный, мы как бы вылазили, везде выступали, что-то пытались. А сейчас такое впечатление, что люди до 30 лет вообще как бы ушли, их нигде нет. Виталий, воспитанные системы, понимаете, нормальные, которые формировало граждан, активную жизненную позицию. Вот мы, да, а сегодня кого воспитывают? Борис, к сожалению, мы уже под занавес нашего эфира. Я просто хочу сказать, что вот то, что как жарко достаточно прошла наша с вами дискуссия, уже говорит о том, что год 2018 тоже будет жарким. Мы только вступили в этот Новый год, но уже обсуждаем возможные его перипетии, и нам уже жарко от одних только этих всех эмоций и споров. Но вот то, что происходит, на мой взгляд, взгляд журналиста сегодня на политической арене 2018 года, говорит о неком кризисе, мне кажется. Вот этот кризис охватил практически все сферы нашей жизни. Вы заговорили о журналистике, я вам скажу, здесь тоже есть кризис жанра, кризис хорошо воспитанного, хорошо образованного журналиста. Сложно найти сегодня среди выпускников журфаков такого человека, который был бы действительно подготовлен к этой профессии. Точно так же, наверное, и в области политологии, политической аналитики, исторических исследований, точно так же среди молодых людей, наверное, сложно найти достаточно пытливого человека, который способен увидеть, ну, главное, главное зерно в том или ином споре, в том или ином исследовании. Сегодня, наверное, поэтому и мы с вами сидим сейчас в этих студиях. Не коллега, который моложе мне мог быть где-то на 20, или ваш коллега, который тоже мог быть моложе вас, наверное, на 30. Но, тем не менее, сегодня этот кризис, мне кажется, распространился и на нашу политическую жизнь. Вот кризис политических доктрин. Мы сегодня видим опять, что мы, в общем-то, перетусовываем в качестве политических вот таких вот пикетирований. Смотрите, опять унионизм, опять же там взгляд, а какой может быть Молдова с Приднестровьем, без Приднестровья, а какие у нас могут быть векторы развития западный, восточный, нового, ничего не изобретается в недрах политических формирований. И мне кажется, я, ну, можете назвать это как хотите, прогибом, может каким-то там комплиментом, но, тем не менее, вот среди, в недрах партии социалистов, ведь она-то вышла, в общем-то, в лидеры политических предпочтений избирателей, ведь по причине того, что начала предлагать нечто новое, возможность, то есть, хотя, конечно же, новое, может быть, где-то и хорошо подзабытое старое, но стать Молдовой тем самым крепким мостом, мирным мостом, нейтральным мостом между Востоком и Западом, площадкой, где могут находить возможность рождаться договоренности. Ведь, смотрите, Беларусь предложила Минск в качестве возможности моста между, не знаю, Россией и Украиной для реализации минских договоренностей, рождения минских договоренностей. Сегодня что мы видим? Американский президент заявляет, а давайте перенесем площадку для переговоров. Я не думаю, что Лукашенко доволен от всего этого, перенесем куда-нибудь, куда, западнее, то есть там, где наверняка будет несколько иной диктат, другая атмосфера для разговоров. И мы вам будем диктовать. То есть, мне кажется, сегодняшний кризис, в котором мы с вами находимся, он диктует нам границы развития. Это очень страшно. Ведь, применю такую цитату Карла Маркса, которая во всяком случае оправдывает наше с вами нахождение здесь в студии. Ведь, кто больше ретроград? Молодой человек или человек в возрасте? Вот, как оказалось, по версии Карла Маркса, самый большой ретроград – это молодой человек. Он знает, как было, но не знает, как может быть еще, что знает человек в возрасте. Человек с опытом, так скажем. И поэтому мне хотелось бы, чтобы наши молодые набирались больше опыта, но в мирной, цивилизованной, развивающейся стране, для того, чтобы обретать, знаете, крылья, обретать почву под ногами, и не обретать желание получить паспорт заграничный, неважно, какой страны, ну, в своей, либо еще там наследовать румынский паспорт, и уехать. Вот сегодня констатация факта. Из журналистики нашей бегут люди, и не всегда в другую журналистику. Поработав здесь, уезжают, уезжают к родственникам, в Великобританию, в Францию, в Италию, уезжают. И они не работают там журналистами, они работают то, что, то есть, выполняют то, что им предлагает та жизнь. И это потери нашего человеческого потенциала. То, ради кого и ради чего мы работаем. А сегодня, и даже невзирая на разность политических взглядов, мы работаем для людей. Вы, Виталий, вы, Борис, я. Мы работаем для этих людей, а люди уезжают. Вот как сделать так, чтобы они остались здесь, обрели почву, понимали, что они гордятся этой страной. Вот это наша главная с вами заслуга была бы в конце жизненного пути. Давайте так поступим. И поставим точку, да? Да, ну, сегодняшняя программа, во всяком случае. Ну, во всяком случае, два слова. Да, пожалуйста. Понимаете, вот мы вначале как-то затронули, а потом упустили, что на самом деле, вы сейчас затронули вот это, так сказать, там, о партии социалистов. На самом деле, у нас нет тем такого общенационального звучания, которые бы всех объединяли. Это очень плохо. Потому что у нас будет абсолютно дурацкий, на мой взгляд, дискуссия, как называть язык молдавский, румынский, который выведет нас в какую-то другую плоскость. К сожалению, есть определенные клише, которые тоже нам мешают. Вот вы говорили партия социалистов, но на самом деле есть клише, додон пророссийский, там, этот проевропейский, этот унионист и так далее. И вот эти клише нам мешают шире взглянуть на жизнь. Есть еще такие подходы про-натовец-антинатовец, хотя везде можно, пророссийский-антироссийский, там, проприднестровский-антиприднестровский и так далее. И мне кажется, что вот выиграют на выборах те политики, которые предложат объединяющие темы. Которые бы люди, которые, может быть, там и в Румынию смотрят, и в Россию, и в Европу, сказали, слушай, так я же в Молдове живу, это моя тема, это моя страна. Вот это будет очень выигрышно. С этим я согласен абсолютно. Я всегда говорил и придерживаюсь точки зрения следующей, что нам надо договариваться и с Востоком, и с Западом. Мы вот находимся, живем в центре Европы, и мы так европейцы. И у нас есть старые исторические корни, наша дружба с Российской Федерацией, наш рынок, наши интересы. Мы можем сами самостоятельно, извините, решить приднестровский вопрос, если мы сядем спокойно за стол и просто не пытаясь ущемить интересы друг друга договариваться. Я думаю, что вот то, что идет у нас вверху, перетягивание вот этого каната между властями власти, попытка кого-то ограничить полномочия, кого-то отстранить, все остальное, но это некрасиво, это политически некорректно. Вот здесь надо вот так собираться и договариваться, как мы это делаем в обычной жизни. Вот это как раз самая правильная мысль. Надо уметь договариваться даже не столько с Западом и Востоком, сколько договориться с самим собой. Кто мы, что мы и для чего. И это было бы правильно. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был историк и политолог Борис Шаповалов, также директор Института эффективной политики Виталий Андреевский. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok